Субтитры сделал DimaTorzok Тролли и паладины в полном составе ожидают вашего приказа. Разведать обстановку. Один из троих следит за убийцей и пинает его, когда тот перестает работать, а второй, как предполагает Михель, спит в пещере. Михель подползает к вашему кусту и пытается усесться рядом. Подвинуться. Ну что, мой ученик, настал ключевой момент нашего с тобой обучения. Тролли понимают лишь силу, и мы пойдем в бой, поэтому я дам тебе последнее напутствие. Я внемлю. Михель довольно причмокивает и с важным видом продолжает. Тролль грозный противник, с их силой даже одна особь может справиться с целым отрядом обученных рыцарей, но мы умнее, скоростью и силой тролля не победить, но вот хитростью можно. Хорошо. Так, Михель проверяет тетиву и стрелы, а паладины разливают по стаканам L в атаку. Паладинам скинули свои кружки и вмиг опустошили их, после чего разразились боевым кличем и кинулись в бой. Говорящие железяки решили мешать герцогу. Сейчас я вас на коле распущу. Ля, герцог какой, смотри, это тролль у нас такой. Где он такую одежку нашел? Вообще непонятно. Так, тролль швыряет убийцу в пещеру и несется на вас. Так, сэрл Орландо первым достигает тролля, тот с мачной плюхой отправляет его в полет. Помочь раненому. Раненый Орландо лежит без сознания, в руке он крепко сжимает свою флягу. Облите сляги. Орландо в полуоборочном состоянии, жадно ловит капли языком. Орландо быстро приходит в себя и, как ни в чем не бывало, рвется обратно в бой. Продолжить бой. Повалив дерево, тролль разделил вас с паладинами. Теперь он хищно смотрит на вас, как на легкую добычу. У меня хилок нету. Бежать! Тролль, имитируя лошадь, с легкостью догоняет вас и перерезает путь к отступлению. Тролль берет вас в руку и собирается метнуть в сторону. Плякать! Вы так жалобно заплакали, что тролль растерялся и осторожно поставил вас обратно. Тролль несется на таран, но его останавливает стрелами хеля. Он вытаскивает стрелу из плеча и оглядывается в поисках стрелка. Убегать! Вы замечаете Михеля и бежите к нему. Паладина набрасывается на тролля, а тот переключает свое внимание на них. Из пещеры выходит второй тролль и спешит на помощь своему сородичу. О нет! Михель хватает ваше плечо и орет вам буха. Там на холме прогнившее дерево, а снизу камень, который будет отличным трамплином. Вовремя скинем дерево и оно вылетит прямиком в троллей. Хорошая идея. Тогда поспеши, пока паладины не полегли здесь бежать. Вы добегаете до нужного дерева и слегка подрубаете его. Вы готовитесь толкать дерево. Если скинуть сейчас, то упадет только на одного тролля. Но если ждать, то можно и совсем упустить этот шанс. Сейчас или выждать? Сейчас или выждать? Наверное, сейчас. Кстати, один момент интересный. Видите честный герб? Его раньше не было. Я, короче, со второго раза записываю. Я решил поговорить с троллями, скажем так, и помер. Поэтому сейчас немножко по-другому мы работаем. Так, сейчас. Дерево скатывается по холму и падает на тролля. К сожалению, второго даже не задело. О, герцог, мелкие лежезяки, вы что с ним сделали? А ты... Господи, герцогиня? Что? Жена герцога, соответственно, герцогиня. Господи. Так, закрыли. Мелкий лежезяки, что с ним... А ты, дурная голова, ты же герцог. Надо сначала говорить, а потом кулаками махать. Что вы хотите? Пещеру так забирайте. Пощадите. Да, объяснить Марграфу, почему тролли оказались на свободе, будет сложно. Искать убийцу. Вы находите убийцу в пещере. Все это время он старательно вышивал седло и даже не сразу захотел прерываться. Ага. Господин, как мне благодарить вас за спасение? Я вам жизнь не обязан. Если бы не вы, то моя рука превратилась в одну сплошную мозоль от этого шитья. Не узнаешь меня? Ты, ты, принц, которого нам заказали убить. Как ты, как ты выжил? Невероятно. Слушай, я тебе все расскажу. Ну, давай обещай отпустить меня после. И поверить твоим словам, чертила. Михель ошарашенно смотрит сначала на убийцу, а потом на вас. Да-да, в пекло это все. Меня просто бросили умирать здесь. Мне плевайте, если банду перережут. Они все равно не знают, что я жив. Я хочу выбраться отсюда и начать все с чистого листа. Кто заказал меня? Не знаю. Со связными встречался только вожак. И нам ничего не рассказывал. Кто ваш главарь? Айрик. Тот еще подонок. Но я его толком не знаю. Он до жути скрытный с нами говорит только по делу. У вас есть логово? Да, давай карту. Смотри. Тут за замком есть тропа между двух кривых сосен в конце пещеры и там логово. Достаточно. Я тебе все рассказал. Теперь твоя очередь держать обещание. Ага. А я разве что-то обещал? Вроде не обещал. Отвезти. Михель связывает разгневанную убийцу, но прежде чем увезти его, кладет вам в руку на плечо и желает удачи. Так, хорошо. Лагерь, пещера троллей. Так. И что только туда? А я один? А я без хилок? А я без нифига? Я же не вывезу. Я же не вывезу. Поехали. Вы идете по тропе между двух кривых сосен. Вдалеке замочила старая хибара, а дорогу караулит убийца. Проследить. Часовой направился в сторону лагеря, и вы смогли подобраться поближе. Часовой приселил к костре, рядом с которым сидит еще двое. У старой хибары, стоящей подальше, вы замечаете еще одного. Ждать. Охранник хибары подозвали напарник, сидящий у костра, и тот длинулся в их сторону. Пролезь в окно. Небольшое окно находилось с неосвещенной стороны. Хибара, вы аккуратно прорезли в него и тут же получили обухом меча по затылку. Зашибись! Ха-ха-ха-ха! Ладно, хорошо, хорошо. Дай мне проследить давай. Сейчас дойдем до того момента, где я закончил. Подожди, все, я понял. Через дверь. Дверь хибару находится под прямым наблюдением убийцы. Вы понимаете, что проскочить незамеченно нужна феноменальная ловкость. Так, я же все, рипнулся снова. А как здесь хилиться? Так, стой, подожди, как здесь хилиться? Нет, не сюда, стой, подожди. Умения, навыки, шрам, следопыт. А нифига, а нифига, а нифига, а нифига. Придется с ними разговаривать, поговорить. Часовой, мягко говоря, удивился вам. Ты кто такой? Ты что сюда забрался? Ты кто такой по масти? Ох, еб. Слышь, пусти меня, я один из вас. Ха, ну, гульфик вижу и что. Помахать гульфиком. Часовой помахал гульфиком в ответ. Похоже, вы разгадали их тайное приветствие. Вас повели к дому вожака. Так, титул получен. Знаток в бандитских обычаях. Вы последовали за часовым до старой хибары. Вы открыли дверь хибары почти без скрипа. Внутри сидит человек и задумчиво рассматривает карту королеса. Должна быть это и есть, Альрик. Заговорите. Альрик ожидал увидеть кого угодно, но только не вас. Что, мать твою? Ты кто такой? Погоди-ка. Братик? Так, ты живой? Зачем ты пришел сюда? Где мое кольцо? У меня. Сейчас я его заберу. Альрик покачал головой. Настрой у него невраждебный. С улицы раздались вопли. Альрик выскочил за дверь. Проследить в приоткрытую дверь. У костра лежат тела убийц. Рядом с костром стоит ошламленный Альрик. Чутье подсказывает вам выйти из хибары. Арбалетный болт влетает в грудь Альрика и отбрасывает его на несколько метров. К Альрику. Кольцо забрать. Прости меня. Забрать кольцо. Передмет получен королевский перстень, перчатка. Альрик протянул вам кольцо. И отключился. О, все. 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 Возвращение короля, е-мое. Рядом с вашим ухом просветился арб... Че? Рядом с ухом? И че, на звук выстрелаете? Вы че? Ладно. Стрелок в маске бросает. Перезаряжает арбалет и направляется на вас с холодным оружием. Приготовиться. Краем глаза вы замечаете хвост серпантины в кустах. Думать о вечном. Так. Едва увернувшись от мощного удара противника, вы почувствовали, что вам грозит смерть. Вы... Вас окутывает страх. Напрячься! Вы напугались слишком сильно и пропустили несколько ударов подряд. Да вы и угораете, что ли! Да вы угораете! Да как это? Я один из вас. Гульфиком помахали. Это сделали. Следовать. Так. Это сделали. Заговорили. Так. Хорошо. Сделали. Где мое кольцо? Отдай кольцо. Сейчас я заберу его. Так. Он выходит. Так. Там начинается заруба. Так. Кальрику. Забираем кольцо. Так. Кольцо забрали. На звук выстрела. Дальше. Приготовились. Напряглись. И... Что? Враг отбежал от вас на пощтительное расстояние. Че? Покушать. Вы разгрызли черстую коробку хлеба, пока противник бежал к вам. Но зачем? Раны не затянулись. А! Он на меня побежал! Серпантина прыгнула на стрелка и вцепилась ему в голову. Избавившись от кошки, тот бросился бежать. За ним! Убийца побежал... Че там был за значок? Побежал к скале и скрылся осмотреть скалу. За кустами зияет узкая щель в скале. Смастерив факел из того, что было в лагере, вы вошли внутрь. Вы оказались внутри грязной серой пещеры, налево. Пещера-то сужается, расширяется, и вы идете уже полчаса, а следа убийцы нет. Хорошо. Вы прошли вторую половину часа. Ваш путь резко прервала расщельно. Опустив факел, вы не видите ее дна. Поискать другой путь. Факел у нас один, я так понимаю. Дальше прохода нет, расщельно преграждает путь. Кинули факел. Факел летел недолго, но вдруг с шипением потух. Там вода. Давай вниз. Вы приземляетесь в воду, и она смягчила падение. Выбравшись из воды, вы заметили свет впереди на свет. Через сорев метров вы наткнулись на выход из пещеры. Перед вами раскинулся королевский сад из стены родного замка. Че? В замок, быстро! Вы подошли к воротам, ведущим в сад, но караул отсутствует, и вы беспрепятственно входите во двор из главного здания, доносятся звуки торжества. В главный зал, сейчас же! Открыв двери главного зала, вас ослепляет свет помещения, и вы падаете перед толпой без сил. Над вами маячит почти забытое лицо. Вот он, наверное, нас и заказал. Черт, у меня кофе еще горячий. Так, идем дальше. Это невозможно! Да, мне кажется, Виктор меня заказал. Подняться. Титул получен. Живой принц. Придворные обступили вас и помогли подняться на ноги. Виктор признал, что вы действительно принц, пропавший на охоте. Кольцо прослужило главным доказательством вашего королевского родства, и никто из знати не смог этого оспорить. И, кстати, кошечка с нами. Кошечка-то с нами. Вы снова в своем замке. Ес! Коронация. Хилки есть, неужели? Вы проспали несколько суток и наутро обнаружили себя в королевских покоях. Неожиданно слуга принес вам завтрак в постель. Позавтракать. Давно вы так вкусно не ели. Жаль, что вашу трапезу прерывали. Кто посмел? Слуга. Ваша светлость. К вам посетители. Его светлость Александр, и Виктор желает видеть вас. Принять Александр. Завиняя блестящими доспехами, к вам в покое вошел рыцарь. Вы не сразу признали двоюродного брата. Рад что ты вернулся, братик. Впрочем, от членов нашей династии такого стоило ждать. Нас ничто не может сломать. Я тоже рад вернуться. Хорошо, я уже состою в совете, поэтому увидимся там. Мне интересно услышать про твои приключения. Ваша светлость. К вам посетители. Та-та-та. Принять Виктора. Мне кажется, Виктор нас предал. Я все еще не могу поверить. Вы живы, ваше высочество. Это великое счастье для вашего королевства. Ближе к делу. Мне кажется, это Виктор. Да-да-да, ваше высочество. У меня важное дело. Нужно скорее провести коронацию. Эта церемония наделит вас всей полнотой власти, в которой никто не усомнится. Я уже все подготовил. Церемония пройдет сегодня. Одется на церемонию. Оделись по-царски. По-царски. Иарх возглавил... Возлагает корону на вашу голову и произносит молитву на долгое направление. Внезапно вам дико хотелось спать. Зевнуть, прикрыть глаза. Вы задремали, а потом резко проснулись, благо речь еще не закончилась. Так. Иарх провозгласил вас королем, собравшиеся рукоплещут. Надеть корону. Так. Иарх возлагает у нас королем, собравшиеся рукоплещут. Титул получен коронованный, принят получен корону. А теперь вы полноправный правитель королевства. Супер. Ваше Величество, нам следует устроить пир в честь вашего восхождения на престол. Что посоветуешь? И знать, и простолюдина любит праздники, а скупость не любит никто. Будем праздновать. Вы объявили о пире. Народ возрадовался этой власти. Бесплатную еду любят все. Так, что за значки короны? Что за значки короны? Это типа... Это типа, когда я, получается, двухкилограммового символа власти из золота и драгоценных камней. Это, видимо, как хилка, ну типа для моего правления. Если это пропадет, наверное, меня свергнут. Мой король, теперь за каждым вашим решением следит все королевство. Берегите лояльность. А, ну подданных, иначе враги воспользуются вашей ослабшей репутацией. Кстати, о моих врагах. Пока остальные развлекаются на пиру, вы с Виктором обсуждаете королевские дела. Мой король, Торик ведет расследование и под подозрение уже попали несколько подданных. Вы можете не беспокоиться об этом и сосредоточиться на своих обязанностях. Хочу узнать детали расследования. Где Торик? В оружейный, но, полагаю, он сам посвятит вас в детали, когда наберется достаточно улик. Что у меня за обязанности? Вы должны заботиться о жителях королевства. Не забывайте посещать аудиенцию, чтобы ответить на их просьбы. Прошу прощения, уже поздно я должен вернуться к своему обязанности. Отправиться на трапезу. Вам накрыли большой стол и приготовили ваши самые любимые блюда. Когда вам принесли очередной деликатес, вы вспомнили, как тяжело жилось в лесах, в полях королевства. От этих мыслей вам стало грустно. Выйти прогуляться. Вечер закончился, без приключения на утро вас загрузили королевскими обязанностями. Так, ваше величество, в замок пожаловали послы южан. Надо их принять. Но там с южанами же не просто так все было. А может у нас получится мир сделать. Да, пускай заходят. В зал входит Сергия с небольшой делегацией южан. Ваше величество, поздравляю с вхождением на престол. Я пришел издалека и по очень важному делу. Это вы устроили покушать? Так, нет, прямо так не будем. И что за дело? Как вам известно, мир между нашими королевствами хрупок. Столкновения на границе уже не редкость. Причина этому восточные земли, которые раньше принадлежали нам. Продолжай. Ваш отец Эйнхард, подло отобрал эти земли у нас. И что? Какие земли? Давайте обсудим это. Сергий развернул перед вами карту и указал на восточный Марк. Его палец очертил двор Абатура, крепость Долини и деревню Берг. Так, и что? Вы должны поступить мудро и вернуть эти земли нам. Пошли вон, я подумал выслушать советника. Советники начали перешептываться между собой. Эйнхард жалел о захвате восточного дела, но теперь эти земли наши и уже поздно что-то менять. Выслушать Александра. Мы не должны ничего отдавать и очевидно, что южане хотят войны. Нам нужно готовиться и опередить их. Дать ответ. Я подумаю. Хорошо, но мы еще вернемся и закончим аудиенцию. Я подумаю, но ответ-то я потом дам. Делегация южан покинула зал и у вас наконец появилось свободное время. Давай. К озярамам. Случайная встреча. Так, сегодня Торек устроил демонстрационные дуэли между стражниками. Вы захотели пустить эту забаву? Встать в толпу зрителей. Вы не отвлекаете народ от развлечений и, кажется, некоторые очень этому благодарны. Ваше Величество, не сочтите задерживаться, но, может, вы захотите сделать ставку на одного из бойцов? Блин, пошел вон, я в деле. Я в деле! Два бойца, один с синим, другой с красным щитом, готовятся выйти на импровизационную арену. Поставить на синего. К сожалению, синий боец проигрывает бой после удара булавой между ног. Казармы. Пост Торека находится около казарм, но вы не наблюдаете его на месте. Поискать внутри... Поискать снаружи. Внутри. Тяжелая дверь заклинила, и вы порядочно вспотели перед тем, как ее открыть. Нестерные портки и грязь и ужасная вонь, но все это без Торека. Поискать снаружи. Вы вляпались в подозрительную жижу и услышали за углом какой-то шум. Красный от злости Торек кричит на стражника. Тот еле держится на ногах и смотрит на своего командира стеклянными глазами. Он даже не понимает, что от него хотят. Подождать Торека. Торек замечает вас и отвешивает стражнику смачный подзатырник, чтобы тот поклонился. Мой король, этот обалдуй должен был патрулировать окрестности казарм, но решил опустошить стратегические запасы вина. Продолжает Торек. Торек плавно перешел на старческую лекцию про честность и трудолюбие. Это стало утомлять и вас, но кажется, вы обязаны дослушать. А когда это закончится? Дослушав до конца, вы словно потратили на эту часть своей жизни. Вашему величеству так или иначе придется наказывать лентяев. Может, вы придумаете, как проучить этого солдата и будет хорошей тренировкой? Но мне его жаль. Ничего, любовь к садизму прививается постепенно. Стражнику назначили сотню приседаний, отжиманий и 30 кентров бега, а также сделать массаж ног самому капитану. Звучит жестко. Так, вдоволь насмотревшись на страдания стражника, вы вернулись на пост. Продолжить разговор. Вовремя вы меня отыскали. Мне как раз надо рассказать вам про новые порядки в замке. Слушать. После покушения мне пришлось ужесточить меры безопасности. Теперь каждый раз, когда вы будете выезжать на осмотр своих земель, с вами отправляется отряд гвардейских филохранителей. Я не хочу один. Нет, один я не хочу. Что с расследованием? Сейчас эта история для нас одна большая тайна. Я уже занялся сбором информации и вскоре представлю вам свою версию. Но есть и более серьезные угрозы. Южане набрали силы и вновь требуют земли. Опыт подсказывает, что войны не избежать. Нужно готовиться к худшему. Что ты предлагаешь? Торекс сделал задумчивый вид и вы почувствовали, как шестеренки в его голове закрутились. Взяв много дел одновременно, рискуешь? Ни одно не сделать. Должным образом. Вы можете заняться расследованием или подготовкой к войне, а остальные дела поручить мне и совету. Я хочу вести расследование. Тогда ваш совет займется подготовкой к войне. А теперь позвольте мне удалиться, я подготовлю информацию по расследованию. Так, расследование этого замка закрыть. Так, давай сейчас вот сюда еще сходим. Мы сюда не ходили. Статуя. Перед вами обветшал обветшалая статуя Эйнхарда. С одной стороны она заросла мохом, а с другой покрылась паутиной из-за трещин. Так, оставить как есть. Давай-ка сюда. Давай-давай-давай-давай. Двор замка. Что-то блеснуло под деревом. Приглядевшись, вы замечаете серпантину усердно намывающей бока. Подойти. Серпантина замечает корону на вашей глее и широко открывает глаза. Ого, а вы уже король? Эх, я почти искренне за вас рада. А у тебя как дела? Несколько хуже, чем у вас. Я пыталась вернуться в башню Фабиана, но безуспешно. У меня было много времени подумать, и теперь я не сомневаюсь, что ключ от моих оков у этого вредного старикашки. Какие оковы? Серпантина взглянула на вас и тяжело выдохнула. Вздохнула. Неважно, мне все равно не помочь. Так и буду до конца дней ловить блох и блевать шерстью по ночам. Короче, короче, это похоже, это похоже заколдованное кто-то, кто-то заколдованное. Может, я могу помочь? Серпантина задумалась. Теперь у вас достаточно влияния, чтобы воздействовать на этого мага. В королевстве есть дела поважнее. Думаю, у меня сейчас найдется время. Найдется. Серпантина обрадовалась и рассказала, что последний раз башня Фабиана была замечена в восточных землях. Вы приказали начать сбор гвардейцев. Ваше Величество, все готово, но позвольте узнать, в чем причина столь внезапного похода. Помогаю кошке. Я не обязан отчитываться. Дела королевской важности. О, боги, не смей больше расспрашивать. Так, что там с кофе? На следующее утро вы отправились в восточные владения. Вскоре вы наткнулись на разграбленную телегу со следами битвы. А это не та самая телега случайно. Одному просто мы помогли, если вы верно помните. Приказать остановиться. В кустах лежит раненый крестьянин, по его словам, в округе орудует банда беспризорников. Весь день ваш трет преследует аномальная жара, от которой у вас разболелась голова. Вы решаете сделать привал и устраивайтесь в своей палатке умыться. Даже ледяная вода не помогает. Нужно что-то получше. Снять корону. Голова начала остывать и к вечеру вы почувствовали облегчение. Вас привлек шум снаружи. Покинув палатку, вы видите гвардейца выпивающих у костра. Бахнем. Гвардейцы обрадовались такой чести и безбожно напились. Так, стемнело так сильно, что вы с трудом нашли королевскую палатку. Стражник, охранившую, заснул, а из палатки слышны звуки. Разбудить стражника! Вы пнули недобросовестного стражника со всей дури, но только повредили ногу, а его латную броню. Ну, дурак, Ну, дурак, а? Заглянуть! Внутри палатки кто-то роется в ваших вещах. Присмотревшись, вы замечаете, что это подросток. Разбудить стражника! Да вы чё, угораете? Ворваться! Воришка вылетает... А, стемнело так это там палатки и удирает в сторону леса. В палатке не хватает никаких безделушек, но, смотревшись повнимательнее, вы понимаете, что пропала еще и ваша корона. За ним! Понимая, что потеря короны делала особой важности, вы подняли несколько стражников и бросились в лес. Ваше величие, да будьте осторожны, следите за нами, искать следы, идти за гвардейцами. Вы аккуратно следуете за спинами ваших подчиненных. Тима стала непроглядной, гвардейцы пропали из виду. Зовем гвардейцев. Слева от вас послышалось ответ и вам стало спокойнее. Впереди послышались голоса двух подростков. Притаится. Ветки под вами предательски захрустили. Подростки разбежались в разных направлениях. Этого ловим! Беспризорник сопротивляется и бьется с вашими гвардейцами насмерть. А гвардейцы оказались сильнее. Второго подростка поймать не удалось, зато гвардейцы вернули вашу корону. Ого! Больше вы никогда никого не обнаружили и отправились обратно в лагерь. Так, я понял. Низина. Ему пожрать надо, слушай. Ему нужно хилочку восстановить, потому что он уже разваливается. А у нас одна хилка осталась. Сейчас, секундочку. Я испугалась, ваше величество. Вы сбежали так внезапно. Все в порядке, не бойся. Серпантина восхищенно смотрит на вас. По вашему приказу, лагерь был собран и поход продолжился. Спустя несколько часов Серпантина зовет вас взглянуть на что-то. Взглянуть. В низине клубится белоснежный туман. Башня точно там за туманом. А ты уверена? Конечно, точно, точнее, ваше величество. Такой же туман был, когда я сбегал из этой башни. Вперед. Вместе с большим отрядом гвардейцев вы спустились в низину. Ваш отряд пробирается через плотный туман, надеясь на чудо. Внезапно слева от вас послышался крик. Гвардейец начал утонуть. Спасти. Этого солдата вам удалось спасти, пока он накланялся и благодарил вас. Впереди послышались солдаты немного взбодрились. Солдат громко бронится за вашей спиной. Вскоре он осмелился даже скорбить вас. Проучить. Пощечная привела солдата в чувство. После похода его ждет отстранение от службы. Перед вами предстали массивные стены. Серпантина подтвердила это та самая башня. Позвать Фабиана. На балкон вышел возволнованный старик со свечой в руках. Эй, Энхард, это ты? Я никуда не пойду. Я лучше в пиже. Мне пора спать. Эй, Энхард, умер. Я новый король. Что за чушь? Не тратьте мое время, молодой человек. По поводу серпантина. Серпантина под замком в безопасности. Все, как вы и велели. Старик не в своем уме. Я и сам вижу. Я и сам вижу. Что сказать Фабиану? Убедитесь, что король представится Эйнхардом. Узнать, как дела у старика. Дай узнаем, как дела у старика. Тут где-то воры. Кто-то украл мой камень, пока я спал. В королевстве бардак. Убедитесь, что король это вы. Блин, я не знаю. Но мы похожи на него? Старик заинтересовался вами. Один его глаз смотрит на вас, пока второй рыщет по сторонам. Эйнхард, ты, не могу поверить. Спустись, посмотри. Старик действительно спустился. Начал присмотреться к вам и ощупывать своими морщинистыми руками. Так, 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 кольцо и корона есть, лицо похоже. Ну, кожа мягкая и упругая, ты слишком молод. Зелье молодости, здоровый образ жизни. Так, зелье молодости. Ты все-таки узнал его рецепт, фу ты, но дело твое, ты король. Фабиан передал вам ключ и неторопливо вернулся в свою башню открыть замочек серпантины. Вас ослепило свечение, так что вы отпрянули на несколько шагов. Вместо кошки перед вами предстала девушка необычайной красоты с фиолетовыми волосами их слово абсолютно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так-так-так, напряглись, напряглись. Дать одежду. Титул получен, хороший друг. Вместо кошки... А, вы укутали серпантину в тёплый плащ и отдали приказ возвращаться в замок. Теперь серпантина благодарна вам и живёт у садовника при дворе. Так, открытые пути Домик садовника Где домик садовника? Э Э Э Э Э Так, подожди, давай так Домик садовника Где домик садовника-то, блин? Подожди, где он? К серпантине нужно сходить Так, это южные земли, я так понимаю, да? А где домик садовника? Неужели все в замке? А где я? А что никуда идти не могу? Игра Игра Игра, не виси меня Что-то пролагало-залагало Что случилось-то? Э, домой хочу В замок В замок идем Так Вот домик садовника К серпантине идем А, стой, подожди, стой Нет, нет, нет Развернуться Надо про расследование, наверное, сначала, да? Сначала расследование Торик вдумчиво рассмотрит какие-то записи на своем посту Вы прерываете его У тебя все готово? Да, Ваше Величество Я добыл все сведения, которые только смог Пока я не забыл Вы можете в момент навестить меня И я напомню вам о своей информации Которую она удалось добыть Так, кто по подозрениям? Я проверил уже многих И под подозрением остаются только Ваши тети Беатрис, Марграф, Аббатур И, к сожалению, многоуважаемый Виктор Почему именно они? У них есть и деньги, и влияние, чтобы подкупить убийц Также имеется хотя бы косвенный мотив Есть ли еще информация? Я отсеял множество подозреваемых Но эти трое, к сожалению Собрать полезную информацию о них оказалось невозможным Почему? К Беатрис я и близко не могу подойти Это будет слишком подозрительно А про Виктора и Абатуро мне вовсе ничего не известно Все же я никудышный шпион Как искать улики? Я бы рекомендовал смотреть покоя Беатрис Пока ее там нет А с Виктором Абатуром? Я и не знаю, откуда начать Возможно, стоит сперва поговорить с ними Да, ты молодец, ладно Спасибо, Ваше Величество, я рад служить Так, Торик вдумчиво рассматривает какие-то записи на своем посту По поводу покушения Мы никуда не торопимся Лучше тщательно обдумать на едной улике, прежде чем ввинять кого-то Так, я знаю, кто хотел меня убить Так, какие есть улики Так, нет, я зайду позже Зайду позже И давай дом садовника Домик садовника Ваше внимание привлекло шуршание в кустах и знакомое мяуканье Проверить За кустами оказалась серпантина, напевающая песню и подстригающая кусты О, Ваше Величество, доброе утро, отлично выглядите Она как персонаж новый добавилась нам же, да, получается? Да, еще недавно она была кошкой и ловила мышей А теперь живет при дворе в образе девушки До сих пор не верится Так, и ты, чем занимаешься, хорошая садовка? Так, и ты Серпантина таинственно улыбнулась Это как? Так, типа, я не знаю Да как это таинственно можно улыбаться? Да, 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 чем занимаешься? Помогаю садовнику за небольшую плату Хочу накопить золото и переехать на... Почему? Серпантин продолжает напевать веселую мелодию И в воздухе появится неловкое молчание Что скажете, Серпантиня? Прогуляемся? Серпантин с удовольствием согласилась Увлекшись разговором, вы дошли до каменного Эйнхарда Целая статуя... Глубе оккупировала статуя вашего отца И местность вокруг Покормить Птичек Вы заглянули в замок И набрались из столовой черствого хлеба Следующий час вы кормили голубей Пока все не наелись досуто Вы гуляете дальше Рассказываете о своих приключениях Серпантиня слушает с удовольствием Но вас прерывает храп стражника Уснувшего на посту Подшутить Вы принесли подушку из замка И подложили под голову спящего Проходивший мимо Толик Увидел это и рассверепел Зато вам было весело Начало смеркаться И вы вернулись в сад Откуда вам навстречу вышла парочка дворян Заметив серпантину Мужчина презрительно нахмыкает Извинись дворянин Прошу прощения За это недоразумение Ваше величество Ваш выбор это ваш выбор Но по происхождению данной Особой Не соответствует вашему Статусу Пошел вон Пара дворян быстро удалилась Эх Это из-за дворян? Нет Просто сложно жить Не зная своего прошлого Понимаю Ой куда это они Куда это она Куда это она нас ведет Куда это нас ведет Эй Ничего не печаль Пойдем лучше в лабиринт Я знаю там одно местечко Вам понравится Ну пошли Пошли Почти в полной темноте Вы пробираетесь по лабиринту Полностью Доверившись серпантине Чуть ее не подвело Вы нашли уединенную лавку Дайте мне хп Ой-ой-ой Здесь так волшебно И тихо вам нравится Чмок Титул получен Удачная романтика Серпантина покраснела И засмущалась Под предлогом Что ей пора возвращаться К работе Она быстро покинула лабиринт Ой я проказник конечно Проказник Проказник да Проказник тот еще Тот еще да Ну а че Это игра А был такой вариант Был Это не я придумал Это разработчики придумали Так что я думаю Друзья на этом В самый раз будет закончить У меня на этом все Всем спасибо за ваши просмотры Лайкосики Подписочки И все это прекрасно В описании под видео Ссылочка на плейлисты По прохождению данной игры Ссылочка на плейлисты По играм различных жанров Там даже текстовые квесты Как вот эта вот игра И один гигантский плейлист Где все игры Которые я проходил Прохожу И буду проходить На своем канале Также ссылочки На социальные сети Такие как Трова Где проходят стримы Группа ВК Дискорд сервер И телеграм канал И если хотите поддержать меня И контент Который выходит на канале То все ссылочки В описании под видео Бусти И донатики А на этом давайте прощаться С вами был Кисель Всем до встречи И пока-пока И увидимся с вами завтра Ну или сегодня на стриме Если он будет До встречи